До этого на фестивалях, на многих я видела не раз, начиная где-то с 90-х годов, но это было именно на единичных случаях. Мы первые, кто начали действительно так разрабатывать такой проект и демонстрировать фильмы сознательно практически каждый месяц. Это правда. Вот вопрос такой, в России это происходит, происходит ли это в Америке, насколько американский зритель современный, вообще знаком с этим видом искусства, и есть ли такие кинотеатры, где это папка называет, и как туда ходит народ, и как вы вообще увидели, почему вы так полюбили? У нас в Америке существует американский институт кино, а сейчас у них штаб-квартира и в Лос-Анджелесе, и в Вашингтоне. И я первый раз попал на «Немое кино», когда мне было 13 лет, я увидел генерала Бастера Китона, замечательный такой фильм, и влюбился в «Немое кино». Так что вот эти возможности существуют. И тоже в университетах у нас все время шли разные киносерии, так что «Немое кино» там все время показывают. Есть классные кинотеатры, например, «The Castro» в городе Сан-Франциско, где там построили орган «Урлитсер», специально, чтобы его топер мог бы там играть. Это было до электроники, до всего, это первый такой синтезатор, потому что там можно было сделать звуки из карусела, звук карусела, разные звуки. И в Сан-Франциско они все время показывают фильмы с топерами. Или топер что-то играет до начала фильма, если это звуковое кино, или он играет во время фильма. Так что эта традиция никогда не потерялась до конца, потому что вот этот Американский институт кино как-то поддерживал. Но, конечно, большинство людей смотрят «Немое кино» по телевизору или что-то такое. Показывают по телевизору? Да, фильмы Чаплина, фильмы Китона, время от времени показывают. Но вот этот Мэри Пикфорд, я работал в библиотеке Конгресса США 11 лет. И там у нас кинотеатр имени Мэри Пикфорд. Потому что она тоже была, она такая умная, она знала, что первые кинофильмы были сделаны на ужасном фильме, который через несколько лет просто, пленка просто исчезла. Так что она была первая, которая додумалась, что надо сохранить эти пленки, потому что если мы сохраним эти пленки, они потеряются навсегда. Так что наша национальная библиотека в США, когда они построили киноцентр внутри библиотеки, это было, они именовали в честь Мэри Пикфорд, потому что она была первая, которая додумалась до того, что надо сохранить эти пленки, потому что они навсегда жить не будут. Так что это была она первая, которая инвестировала деньги, чтобы сохранить это рано и немое кино. Без нее, я думаю, что сейчас очень много потеряно, но без нее еще больше было бы потеряно. Кстати, вот может быть вы просто расскажете немножечко о начале ее карьеры, потому что когда вот услышишь о том, сколько она работала, в общем, можно понять, почему она потом занималась этой деятельностью. Да-да-да, она начала сниматься в кино в апреле 8-го года прошлого века. Д.В. Гриффис, самый знаменитый американский режиссер, первый таким серьезным режиссером, первый человек, который думал о немом кино, как об искусстве, нашел, открыл ее, и она начала сниматься в фильме. Так что в первом году она появилась в 43 фильмах. Так что просто фильмы, просто огромное количество фильмов. И так что вот каждую неделю можно было ходить в кино и смотреть новый фильм Мэри Пикфорд. Вот мы снимали, да? Да, но они были короткометражные фильмы, все короткометражные фильмы. 15 минут, это, наверное, стоит бобина. Да, все короткометражные фильмы, но каждую неделю можно было увидеть Мэри Пикфорд в новом фильме. А потом она снималась, она уехала от Гриффита, потому что Гриффит, он думал как художник, я хочу создать искусство. И Мэри Пикфорд, она уже как бизнесменка, уже заметила, что, а, все в США уже знают, кто я. И не только все в США, все по всему миру знают, кто я. Так что она требовала у Гриффита больше денег, он отказался, потому что... И она от него уехала. Да, и она уехала. И потом она стала продюсером, она была первая, первый актер, первая актриса, которая требовала процента от фильма. Так что она зарабатывала до 50% от прибыли ее фильмы, потому что она знала, что без нее, да, конечно. Так что в 16-м году прошлого века она зарабатывала полмиллиона долларов в год, по крайней мере. И это уже сто лет назад. Я вам шла к Адольфу Цукеру, которая, собственно говоря, тогда это называлась компания Famous... Да, Зоэшел, да. И эта компания была потом переименована в Paramount. То есть вот эта Paramount, которую мы знаем до сих пор, она до сих пор существует. И это была Мэри Кикфорд, которая, в принципе, создала. Да, да, потому что все ходили... Создатели. Да, да, потому что все ходили посмотреть ее, именно ее фильмы. Скажите мне, пожалуйста, чем привлекает вас твое кино? Почему Немоя? Что в этих фильмах вас привлекает? Я думаю, что для меня, может быть, потом Марина скажет, для меня Немоя кино – это своя форма искусства. Это более похоже на балет или на танец. Так что там очень красиво. Есть, конечно, стилизованные такие моменты, но все-таки у них была очень сложная задача. И вот почему Гриффит такой важный. Как рассказать историю без слов, чтобы людям было интересно, чтобы люди хотели посмотреть от начала до конца. И сначала люди думали, все фильмы были короткометражные, потому что люди думали, что невозможно рассказать длинный такой рассказ без слов. Сначала Виталий, а потом Гриффит в Америке. Они додумались о том, как можно рассказать очень интересный такой рассказ без одного слова. И мне это... Я как писатель, я люблю писать, мне очень нравится, как, в принципе, возможно рассказать что-то очень интересное без одного слова. И вот этот фильм «Бастер Киттен. Генерал» он такой замечательный фильм, потому что это какой-то самый, почти самый лучший рассказ мира, и там нет ни одного слова. Так что можно что-то очень интересное рассказать без слов вообще. Я была очень удивлена, когда поняла, что кино шло два часа, но это было очень удивлено. Вы знаете, это редкий случай, потому что обычно, конечно, немые фильмы сейчас до сих пор, у нас обычный сеанс, вот и завтрашний, это будут часовые фильмы, двухчасовые, но, вы знаете, у нас будет еще в августе месяце, мы представим трехчасовые фильмы, так что готовьтесь. Я не устала за эти два часа, мне было интересно, но я была попрошена, что вот, где почему-то у меня была все время ассоциация снимаем кино, что они очень короткие, то есть, может быть, потому что мало его показывали, да. Нет, а сейчас вообще практически не показывают, сейчас, в общем-то, на телевидении, я не знаю, может быть, канал Культура показывает, может быть, но раньше, в мое детство, я видела эти фильмы по телевизору. Ну, Чарли Чарли Чарли, в основном, нет, были, показывали с Гретой Гарвардой, какие-то классические, конечно же, были, а сейчас нету совсем, на него как-то совсем перестали обращать внимание, а очень обидно. Вот у меня в связи с этим вопрос. Вот вы сказали, что мое кино для вас это определенное искусство, там провели параллель с балетом, там еще чего, как вы считаете, возможно ли его возрождение, если это определенный вид искусства? Почему никто не занимается этим? Ведь это тоже может быть интересно. Современные фильмы есть? Право, потому что, собственно говоря, вот я надеюсь, что у нас случится такой проект, это фильм «Ту Валу», который снят немецким режиссером в 2000 году, это не мой фильм, но снятый, так сказать, совсем недавно. Режиссер обратил, и более того, он разрешает музыкантам по всему миру озвучивать этот фильм без получения вот именно прав, он как раз выступает за то, чтобы в каждой стороне свой музыкант занимался озвучением этого фильма. И, может быть, после проведения вот этого проекта мы привезем и вот этот вот фильм. Это единичный случай, насколько я понимаю. Если говорить о киноиндустрии, то вот этой области, но ее практически нет. Да, но я думаю, что просто люди стали, может быть, более ленивые, они привыкли, что там звук, много спецэффектов, и так что и в немом кино это все зависит от актеров. И от режиссеров, так что там очень простые такие вещи, но они одновременно очень сложные. И я думаю, что можно было вот возновить. Время от времени я знал, что братья Коани и другие делают черный-белый фильм, так что надо, чтобы кто-то на этом уровне попробовал делать и немое кино. И я думаю, что это получилось. И я думаю, что то, что мы делаем в кинотеатре Родины, это очень важно, потому что люди могли бы увидеть, что это не скучно. Можно там не только сидеть два часа, но я думаю, что когда нетерпимость покажем, можно и три часа сидеть, потому что это на самом деле интересно. И когда там живая музыка, это вот вторая часть, тогда вообще это как прекрасный такой концерт с кино. И я думаю, что вот это надо как-то, надо возродить эту традицию.